Добро пожаловать! Я Елизавета Косякова, ведущая ежедневных новостей из варнинской студии EatGlobe. Первая тема наших новостей о городских продуктах и так ли уж они небезопасны. Недавно колледж Уэллсли при поддержке League of Urban Canners провел исследование, что фрукты, выращенные в городских районах Бостона, содержат относительно низкую концентрацию свинца и мышьяка и безопасны для потребления человеком. Мало того, что количество свинца незначительно, но также фрукты были богаче питательными веществами, такими как кальций, железо и цинк по сравнению с фруктами, собранными вне города. Но, к сожалению, по мнению одного из ученых, Даниэля Брабандера, эти данные неприменимы для всех городских продуктов, выращенных в США, когда речь заходит об уровне загрязнения и о местных условиях. Тайвань утверждает, что его выбросы парниковых газов к 2030 году будут на 50% ниже предсказуемой цифры. Недавно тайваньский премьер Мао Чио Куо вновь напомнил о подношении острова к выбросам углерода, заявив, что выбросы парниковых газов будут на 20% ниже по сравнению с 2005 годом. Даже не являясь членом ООН, остров Тайвань разработал предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад для климатической конференции в Париже, который поставит его на путь к достижению национальной цели в сокращении на половину числа выбросов парниковых газов 2005 года по отношению к 2050 году. А третья тема наших новостей касается возведения вертикальных лесов на 36-этажном здании в Швейцарии. Проект итальянского архитектора Стефано Боери и его команды будет реализован в городе Лозанна 2017 года и представляет собой 36-этажное здание, засаженное 6000 кустарниковыми, 18000 растений и более чем 100 кедрами. Три типа кедра, высоко приспособляемых к экстремальным климатическим условиям и способных жить более 2500 лет, внесут большой экологический вклад из-за их способности задерживать мелкую пыль, поглощать углекислый газ и выделять кислород, а также превратят здание в выделяющийся объект местности. На этом все. Не забудьте посетить наш сайт itglobe.ru, чтобы узнать чуточку больше. Спасибо за просмотр и до завтра! Спасибо за просмотр!